Приветики! Сегодняшнее видео поменяла вам чуть-чуть локацию, сижу на кухне, на диване. Свет плохой, потому что у меня перегорели три лампочки. Опять! Опять три лампочки! Мы покупаем эти LED-овские, которые продаются по гарантии, но, к сожалению, гарантии теряются вместе с чеками, и лампочки горят еще быстрее, чем обыкновенные лампочки, какого там, никелевые, вроде бы, да, на колени, и я, короче, LED-овский полнейший отстой. Хочу сразу вам сказать большое спасибо за то, что вы мне оставляли песенки, я все их переслушала, я нашла для себя очень классное открытие, я никогда в жизни не слышала. Я под этим видео оставлю вам название этой песни, если вам будет интересно, послушайте. Сейчас она моя фаворитка, в общем, я под нее бегаю, и она меня прям вдушевляет. И большое спасибо человеку, который оставил эту песню, просто очень много комментариев, я чуть, честно говоря, заблудилась в них, поэтому большое спасибо, что вы принимаете участие в моей жизни, так сказать. Сейчас 9.30 утра, скоро приедет Олег, и я хочу быстро записать видео, чтобы надолго не теряться, потому что я перед ним стесняюсь снимать. Итак, первый вопрос мне задала Мария Савелюк. В какую страну я бы хотела переехать? Я уже говорила об этом в своих вопросах-ответах, если вы не видели эти ролики, то я вам оставлю в конце этого видео ссылочки на ролики, там есть тоже много вопросов, может, вам будет интересно больше узнать обо мне, если вам интересно, так сказать. Я бы, конечно, хотела жить в Штатах, потому что мне нравится, когда люди не зациклены на зарабатывании денег, не зациклены, ну, как бы, может, я неправильно сказала, в общем, не зациклены на материальном, как-то вот настолько, насколько зациклены наши советские страны, я бы это так назвала, я очень стараюсь с собой сражаться в этом плане, потому что, если я говорю, что я не завидный человек, я реально не завидую к кому-то близкому, вот такое, но во мне есть зависть, как живут очень богатые люди, то бишь, лично у меня, например, стремление стать миллиардером, такого в голове моей никогда не появлялось, я умею довольствоваться тем, что у меня есть, но иногда меня посещает разочарование и какая-то безысходность от того, что если ты очень долго чего-то вот добиваешься, добиваешься, как мы с мужем, именно в этой стране, в этой Украине, как бы ты ни стремился, тебе все равно как-то вот высасывают эти соки по ценам, по обслуживанию, например, Златен Садик стоит 5000 гривен в месяц, это 15 тысяч рублей на секундочку, коммуналка, продукты, я бы очень хотела заходить в магазин и покупать ребенку новые вещи, несмотря на этикетки, не заходя по миллиону разных магазинов, где там, например, как в Европе Олег покупает, 7 евро, 5 евро при зарплате, там 2000 евро вещи стоят вообще копейки, обувь никто не ремонтирует, потому что дороже ее сремонтировать, нежели купить другую, никто не зацикливается на собирании, как вот я такая еще плюшкина сама по себе, это еще с детства, этот вопрос я растянула на следующий ответ, никто не собирает вещи на потом, потому что ты поносил, ты выбросил, купил себе другую новую вещь, потому что каждый человек хочет что-то новое, поэтому я бы очень, конечно, хотела все-таки бы жить в Штатах, из-за того, что там можно не зацикливаться на своем финансовом положении, и там, мне кажется, намного больше возможностей для проживания хорошей жизни, можно ездить на море, можно ходить в тур по лесам, как-то вот так, то есть я бы, конечно, хотела бы жить в Штатах, но если бы мне предоставилась такая возможность бросить все здесь и сейчас и уехать в Штаты, я бы не уехала, как бы это парадоксально не звучало, я бы не уехала, просто я настолько сейчас это все в кучу собираю, вот этот весь свой быт, каждую ложку, каждый свой чайник, настолько я привязываюсь к местам, к людям, к вещам, я очень постоянная, знаете, чтобы меня сдвинуть с места, не знаю, что должно случиться, но кто его знает, не загадываем наперед. Следующий вопрос мне задала Анжела Крин. Какие мечты сбылись? Я заметила сама по себе, у меня очень сильная сила мысли, если я очень сильно чего-то хочу, и если я прям на протяжении какого-то определенного времени засыпаюсь этой мыслью, просыпаюсь этой мыслью, оно у меня отчасти сбывается, но сбывается не так, как я бы этого хотела сразу, или вот я загадала себе, например, как мне написали тоже вопросик, этот вопрос мне, кстати, задала, Боже, где-то я его потеряла, Ага, Ирина Кузнецова мне задала этот вопрос, если бы у тебя был выбор скатерть-самобранка или ковер-самолет, что бы ты выбрала? Я бы выбрала скатерть-самобранку, серьезно, это не потому, что я хочу жрать, а потому, что я очень, материально и физически, тактически оцениваю возможности свои наши, и если бы у меня был ковер-самолет, то меня бы все видели, и, короче, меня бы можно, ну, в общем, это было бы не очень прикольно, тем более я не особо люблю путешествовать, если путешествует, это просто отдых, может, из-за того, что мы редко это делаем, но для меня дорога, переезды, собирание вещей, для меня это напряжно, я это не люблю делать, я бы взяла скатерть-самобранку, потому что, во-первых, мне бы не надо было готовить есть, во-вторых, у меня бы всегда были еда, и мы бы экономили довольно-таки много денег, и, возможно, наши мечты сбывались бы быстрее, но как пример к тому, что все-таки сбылось, сейчас вам расскажу, когда я была маленькая, я очень мечтала, чтобы у меня было много бижутерии, я очень хотела, чтобы у меня было очень много косметики, лаков для ногтей и всяких, ну, как любая, наверное, девочка, и у меня был такой прикол, что я постоянно собирала деньги, и ехала в центр, покупала себе там одно колечко, и я вот мечтала, что у меня вот одно колечко, но у меня должно быть их три разновидности, этого же самого, то есть тогда были модные каменные, может, вы помните, каменные изделия, кольца прям полностью с камня, и мне очень нравился кошачий глаз, я купила 6 гривен, оно на то время стоило, как сейчас помню, ехала назад в троллейбусе, цокнула по железной этой ручке, оно развалилось, я так плакала, я его хотела потом клеем склеить, камень не клеится, ну, в общем, я его скотчем перематывала, я настолько хотела, так много тех колец, для меня это было такое расстройство, что я не ела, в школе мне давали деньги, я не тратила их, а собирала на это кольцо, я считала, что я буду счастливее, если они у меня будут, и потом, спустя какое-то время, я устроилась работать на бижутерию, где я могла мерять все, что я хочу, я считаю, что априори эта мечта сбылась, я хотела очень много бижутерии, вот я и пошла работать на бижутерию, где я могла каждый раз, например, примерять какие-то сережки, балдеть от этой всей темы, в общем, также у меня была мечта жить возле базара, чтобы можно было дешево все покупать, я очень любила ездить на базар, это все выбирать, по неимению денег, с 5 рублями, можно было базар обойти вдоль и поперек, как знаете, и в какое-то время я жила, возле базара, ну же, когда старше стала, просто оцениваю, как вот мечтала, и как слаживается, в принципе, я скажу, что каждая наша мечта чем-то обосновывается, наверное, так, и если ты очень сильно этого хочешь, то в любом случае, оно как-то приближенно к тому и будет, поэтому, у меня есть еще очень много мечт, но сейчас на данный момент у меня есть одна большая мечта, я с вами поделюсь с ней, так и быть, я хочу квартиру больше, я хочу, чтобы у нас была не однокомнатная, я хочу больше, и это прям сейчас моя идея фикс, я хочу, чтобы у Златы была своя комната, чтобы у меня была своя рабочая студия, наверное, к тому времени, пока она осуществится, то как раз у меня будет 100 тысяч подписчиков, это так типа фахахакать, следующее, бешеная кошка, это моя любимая подписчица, она со мной с самого-самого начала, она всегда очень активно принимает участие в обсуждении, во всем, сейчас выпью, чуть-чуть, чтобы горло сохнет, она меня спрашивает, или думала я подстричь там, я не думала постричься, разве что кончики, но это будет только тогда, когда вся моя длина выровняется, и можно будет сделать переход, но волосы таки я хочу носить длинные, я не знаю, что должно случиться, чтобы я обстриглась, Олегу моему очень нравятся мои волосы длинные, я считаю, что длинные волосы, это женственно, это красиво, захотела, заколола, захотела, подобрала, накрутила, конечно, с ними намного больше геморроя, чем с короткими, но я так себя комфортно чувствую, мне кажется, что длинные волосы, это очень женственно, это очень красиво, я так считаю. Также вопрос от бешеной кошки, если я хочу жить в Штатах, или учу я английский язык, или разговариваю я на нем? У меня не особо хорошее познание в английском, но я довольно-таки неплохо понимаю все, потому что у меня, у мужа, работа связана с общением именно с Америкой, и я каждый день слышу, как он по скайпу общается с американцами, и я очень много слов набираю от него, то бишь, я думаю, что если бы мы переехали, то Олег бы меня так подтянул по английскому, потому что меня, наверное, бы никакой тренер бы так не подтянул. У моего Олега английский на высшем уровне, плюс он еще разговаривает на польском, чуть-чуть на немецком, но на польском вообще легко говорит. В общем, он у меня какой-то полиглот, не знаю, очень умные мужики, если честно. И также хотела бы я устроить фан-встречу, я очень бы хотела устроить фан-встречу, и я уже неоднократно об этом думала, я бы даже для девочек с Хмельницкого, которые меня смотрят, возможно, посмотрите это видео, напишите мне в комментариях, или вы из Хмельницкого, сколько у вас вообще человек меня смотрит, и возможно, пока именно в Хмельницком, с моими подписчицами, я бы с удовольствием встретилась, просто не знаю, даже завтра. И очень интересный вопрос, так как я верю в реинкарнацию, и кем бы я хотела быть в следующей жизни. Мне очень нравится клип Макса Барских, «Сделай громче», я думаю, вы уже все его слышали, там клип, который именно растягивает эту тему реинкарнации, когда он спускает их по туннелю, если вы не видели этот клип, напишите, «Макс Барских», «Сделай громче», и обязательно посмотрите. И очень интересно, когда он эту девочку спускает, ну, и типа, как бы он ее в другой мир переносит. Для меня, боже, сейчас заплачу, я такая чувствительная, капец. И она говорит, он ей говорит, у тебя будут там дети, внуки, она, да, а я их увижу, ну, конечно, ты будешь учиться с ними в одной школе, они очень будут тебя любить, то есть, если бы, Юля, Юля, если бы так, то я бы хотела бы реинкарнироваться в своей же семье чем-то ребенком с моих детей. Как-то вот так. Все, переходим на другую тему, бы сейчас расплачусь. Не люблю думать про страшные вещи. Дальше. Ната Рада. Спрашивают, в какой программе я обрабатываю видео. Это стандартная программа на iPhone, называется iMovie. Самая простая, русскоязычная, я только ней пользуюсь. Еще есть у меня еще одна программка. Vivo, Vivo, Vivo Movie. Там я делаю короткие ролики, там есть очень разных, много тем, но когда вы обрабатываете именно в ней, то качество теряется. Если, типа, с той программкой, то максимум 720 будет разрешение. То есть, качество плоховатое. Потому что, когда много говоришь, реально горло сохнет. Никогда не могла понять, почему на всех передачах воду дают. Далее. Ирина Кузнецова. Приветик. Что бы ты ни сделала в жизни? Хороший вопрос. Я не могу зарекаться на всю свою жизнь вперед. У меня есть мои принципы, у меня есть мои убеждения, у меня есть точка, моя зрение. Но никогда не возможно говорить, никогда не говори никогда. Это я очень... Например, у меня есть галочки там бытового уровня, эмоционального, человеческого. Я не могу сказать, что бы я не могла сделать, потому что я ничего не хочу делать, того, за что мне потом будет стыдно, того, за что мне потом будет... ну, за то обидно, скрипки кошки на душе, я не знаю. Я хочу прожить свою жизнь достойно, и так, чтобы когда мне будет уже лет так под 70 написать мемуары, и, возможно, там моя книжка кому-то поможет не допуститься тех ошибок. Но наша жизнь, мы все учимся на своих ошибках, и я учусь на своих ошибках. Я не могу сказать, чего бы я не могла сделать, но мне кажется, вся жизнь состоит из того, что тебя проверяют, подталкивают, смотрят, насколько ты сильный, насколько ты не отклонишься от своих убеждений, то бишь, например, можно сказать, я бы никогда не убил человека, припустим, но убить человека можно не хотя. Можно попасть в ту ситуацию, когда, например, кто-то хочет, хочет покончить жизнь самоубийством, а ты не взял в этот момент трубку, или ты сказал, что давай, иди прыгай, не замахивай меня, потому что ты уже задолбал с этими своими предупреждениями о самоубийстве. Тем же самым ты подталкиваешь этого человека, то есть ты несешь за это ответственность. Убить человека можно, едя за рулем, не увидеть пешехода. То есть я не могу сказать, что я бы никогда не убила человека, я этого никогда бы не сделала сознательно, но бывают очень разные моменты в жизни, за которые никогда не говори никогда. То же самое я бы, например, как смотрю передачи, никогда бы не оспаривала бы имущественные какие-то моменты, например, там имущество деля, там брат, сестра, кум, свадь. Но я так же не могу это сказать, потому что я не знаю, в какой бы я ситуации оказалась, а вдруг кто-то поступит по отношению ко мне несправедливо, конечно, я буду тогда и судиться, и все, я не отдам свой кусок, земли, что я останусь на улице, бо там кто-то решил, что он имеет на это права. То есть, в принципе, я буду жить свою жизнь и пытаться ее прожить правильно, честно, по убеждению, но все, все-таки зависит от ситуации в жизни. если бы я была невидимкой, куда бы я пошла? Если бы это мне задали, если так по чесноку, я бы ограбила банк. А с другой стороны, если бы я была невидимкой, не, наверное, я бы все-таки грабанула банк. я бы много не взяла, но чуть-чуть бы зацепила, чтобы просто уравновесить свое материальное положение. Далее, сверхспособности, что бы ты выбрала? Быть невидимкой. Быть невидимкой и ограбить банк. Если бы у меня была сверхспособность, я бы, наверное, бы хотела исцелять. Хотя, если вот тоже так сейчас размусолить чуть-чуть, исцелять. Я слышала очень много историй. Я верю в экстрасенсов, но я очень редко, почти никогда не сталкивалась прям с таким сильным человеком, который вот так вот возьмет тебе и все расскажет, знаете. Я верю, что человек может исцелиться только при своем хотении, при высшей помощи, но исцелиться духовно, чтобы исцелиться духовно, только тогда ты исцелишься физически. Я верю в то, что каждая болезнь как-то приходит из-за того, что мы выпускаем, как мы живем в плане других людей. Как-то оно по ауре, вот негатив этот собирается на тебе. Для меня иногда очень страшно, что вот я априори публичный медийный человек. Я знаю, что меня очень много людей смотрит, и иногда, когда я записываю ролик и выкладываю его, мне целый день, вот я его на подвышенных тонах записываю, то есть мне хорошо, я выдаю эти эмоции, а потом какое-то время мне тяжело, мне плохо, мне как-то вот аж святой водой реально себе голову мою, думаю, наверное, кто-то сновроте. Боже, что же за вопрос был, сверхспособность, я бы, конечно, бы хотела все-таки, наверное, уметь переубеждать, стимулировать и вуалду шевелять человека, поднимать ему настрой, то есть заряжать его, вот как Керимова, ее посмотришь, так и хочешь одеть пенюар с чулками, честное слово, а потом кончается ее ролик, ты опять попадаешь в округи своя, вот такая сильная у нее энергетика, я бы хотела тоже быть сильной энергетически и уметь поднимать самооценку, что ли, как-то стимулировать людей на какие-то свершения, как-то вот так, дальше, что, а, скатерть, самобранка, ковер, самолет, скатерть, самобранку выберу, и последнее, я себе начеркала, еще 4 минутки вам расскажу, что-то интересненькое, все мы родом из детства, и каждый как-то пытается утрировать свою жизнь, если у него, конечно, хватает на это мозгов и силы воли, и если он очень сильно этого хотел, мне кажется, он простимулирует свою жизнь так, как того, чего не было у него в детстве, я в свою очередь все, что сейчас в моем быту меня окружает, это все я сделала сама, я получаю огромное удовольствие от стирки, от утюжки, от уборки, это из-за того, что я жила с бабушкой, с дедушкой, у них вечно был срач, и сколько я за ними бы не убирала, они постоянно засорали всю хату с этим, как он называется, бумерангом, не бумерангом, смертем, я никогда не хотела идти домой, честно скажу, я постоянно думала где-то остаться, где-то задержаться, я прям катастрофически не хотела, не потому, что они плохие, не потому, что они просто как-то как сожители, не было вот в моей семье, я тебя люблю, ты молодец, ты красавица, я все это сейчас на злату переворачиваю, у меня злата самая любимая, самая красивая, самая хорошая, она все, в садик приходит, мама, я тебя люблю, я учу ее говорить это слово часто, потому, что иногда мы этого не успеваем делать, и по окончанию этого видео говорите своим близким, опять плачу, да что ж такое, мне надо какие-то я такая последние пару дней, я прям не знаю, плачу и плачу, говорите своим близким, что вы их любите, говорите, что они у вас самые лучшие, самые красивые, наслаждайтесь каждым моментом приятных эмоций, я вас очень сильно люблю, пока!